привет друзья коллеги девчонки пчелки сегодня мы на пасеке плановая работа я 15 по 19 ну там два дня один раз в дереве проверил на второй день в пппс попроверял как зимуют наши пчелы сегодня у нас 29 число прошло 14 дней где-то ну две недели и я снова приехал на пасеку дабы посмотреть потому что я смотрю мелькают такие сообщения уже начался падеж пчел пчелы зимуют как бы не очень благополучно но я и говорил что в разных регионах будет это все дело по-разному поэтому на сегодняшний день качели сильно большие ночью доходит там до минус 10 минус 11 у нас по крайней мере донецкая область восток украины а днем такая где-то минус 5 8 7 а сегодня плюс 3 вот и так снежок пролетает поэтому качели эти неблагоприятно сказываются на зимовке пчел и вот пчелы которые у меня на умных весах стоят в дереве подняли температуру 20 ну 19 21 была температура это в верхней корке клуба а со вчерашнего дня где-то наверное со второй половины выстрелила 23 уже 24 градуса так что там естественно конечно пошел расплод уже капитально и нюанс один нюанс как бы мы знаем что пчелы погнали расплод но весь вопрос в том сколько белкового корма в гнездах потому что значит если там мало белкового корма то пчелы будут расходовать свое жировое тело на выкармливание расплода я сомневаюсь что они будут выкидывать расплод и поедать там яйца это может быть при сильных морозах но если семья уже пошла конкретно на развитие то пчелы будут страдать из-за отсутствия белкового корма еще фарар значит делал исследование на эту тему поэтому он говорил что пчелы вот у нас бывает страх такой да не родившаяся пчела зимой она не облетелась ну и что же не облетелась зимуют эти пчелы прекрасно доживают до весны и выкармливают себе потомство но при яйцекладке при расплоде в гнезде идет большая осыпь старой пчелы из-за чего да из-за того что старая пчела ну зимовалая она выкармливает расплод за счет своих внутренних ресурсов и соответственно быстрее отходит самая большая нагрузка и износ пчелы идет на выкармливание поэтому белковый корм дабы у вас пчелы как бы не изнашивались если у кого отсутствует или есть привычка такая перговые рамки убирать из гнезда ничего там не оставляя то знайте что пчелы будут свои внутренние резервы ресурсы использовать на выкармливание расплода ну по белковым подкормкам вариантов масса кто-то меня спрашивал можно ли перговые рамки класть сверху гнезда там покласть можно но я обратил внимание что когда кладешь рамку с медом и там и перга есть то мед они выбирают а вот пергу они не трогают это ну редко конечно бывает но бывает когда матка поднимается на ту рамку которая сверху лежит и начинает яйцекладку тогда не ту пергу поедают а так не поэтому ну лепешки лепешки с белковой подкормкой можно класть и они будут уже не остановите уже февраль месяц а феврале месяца я посмотрел по прогнозу там так плюс 1 плюс 2 потом минус 1 минус 2 и опять ночные правда будут такие минус 8 минус 7 но днем уже такая плюсовая через день и вот такие опять же качели будут так что пчелы уже пойдут развиваться придут в развитие и у кого уже есть предпосылки я рассказываю но я не знаю что там у меня творится вот поэтому сейчас заглянем вместе посмотрим я взял ну на всякий случай ящик с собой канди о котором я рассказывал от днепровский пасечник канди хорошие такое мягенькая мягенькая и если вдруг то вдруг тем вот которые на весах я обязательно положу канди потому что ну там пошел расплод я прошлый раз смотрел там уже так оставалось до задней стенки поэтому лучше перебдеть чем недобдеть вот ну шо давайте смотреть ну я думаю видно будет значит первый открываем который на весах вот у них шапка ну принципе еще мед как бы есть в конце но дело в том что дело в том что если у тут расплод есть то я уже говорил предпосылки к тому что пчелы могут на расплоде остаться когда морозы вот поддавливают и вот это поцеплялись так видите но я должен сказать что с этой холстинкой влажность влажность невысокая было так но тепло приклеили как так ребятки здесь наросты вот то что я говорил не надо брусочки никакие подкладывать вот так так покладем пленку но так как у нас же еще февраль впереди то мы вот здесь вот сзади сделаем им отдушину ну датчик я уже ставить не буду потому что он тут будет мешать просто напросто или сзади сзади поставлю чтобы просто вес контролировать вот так вот вот значит так отдушина есть тут у них будет сохраняться тепло которое выходит с клуба и утепление покладить забыл взять вот пускай зимует так ну шо а теперь по порядку все семьи сейчас будем просматривать и буду какие семьи вот действительно ну там разлезлись уже покладу им канди так ну эти еще сидят нормально и кстати уже уже начали осваивать и крайние он улочки пчелы не было между он еще немножко их пчелы этой но все равно уже начали вылазить уже начали вылазить так сидите ну да порастягивались уже по улочкам сырая погода такая паршивая ну а здесь вот сидят еще в клубе в зимнем вот надо их пометить наверное кстати я не посмотрел не или смотрел да не обратил внимание на украинскую степную как они сидят так сегодня у нас 29 января в клубе вот так а а это же украинская степная ребят это украинская степная только вторая где у нас а вот она украинская степная рядышком так эти еще в клубе так и эти тоже в клубе сидят еще вот так вот так шо а я их прошлый раз пропустил как-то без внимания вот так ну а этим надо наверно покласть потому что уже почти он под задней стенкой я сегодня пока начухался приехал уже поздновато поэтому сейчас по намечаю а потом если успею сегодня может быть о с крышки блин налил воды в гнездо так и эти и эти хорошо сидят молодцы а кто вы такие не знаю надо по записям посмотреть так надо пометить так двадцать девятого первого клубе ну шо этот ППУ Бехаус глянуть глянуть там ну мед то у них есть но они уже уже расползлись уже расползлись то есть то есть мать уже пошел процесс весенний так здесь шо так ребята это а еще 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 есть мед пока пока можно подержать до февраля месяца ну ну здесь растянулись уже растянулись но тем не менее спокойно сидят еще спокойно сидят вот тут по моему ага вот здесь вот конкретно конечно тут уже расплод есть точно они и прошлый раз в таком состоянии были и он уже повылазили за заставную и стоя с той стороны ладно положим вам сюда вот ну шо давайте на север или северо-восток смотрят ульи так ну я должен сказать что все под передней стенкой сидят да улочки может быть уже порастягивались по чуть-чуть но тем не менее сидят еще хорошо так здесь хорошо сидят так здесь хорошо сидят так 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 и здесь хорошо сидят так 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 и здесь хорошо спрашивай что что интересно ничего подрастут то уже один уже помощник вырос были неудачные дубли там бывает камеру забудешь включить и рассказывает бывает и такое давайте так давайте сейчас заглянем а потом я вам расскажу ну вот так ну я тут прицеп он прошелся значит на том прицепе 5 штук на которые нужно положить они уже подошли просто ну распались так уже сильно там у скорее всего потому что уже ну эти еще тоже нормально сидят надо что смотреть надо то что они вот это вот поднялись ну поднялись для пони а главное чтобы тут было корм правильно ну а вот это вот они вот еще под сидят под передние стенки когда отодвинуться от передней стенки вот будет промежуток от передней стенки на это за пчела значит а тут может быть расплод вот здесь а клуб уже под задней стенкой вот здесь находится то есть от передней стенки они оторвались подошли до задней стенки а расплод от 10 и вдруг мороз придавит то пчелы отсюда собираются вот здесь вот на расплоде а тут же неизвестно сколько они вы ели меда да и они могут не достать до этого меда если семья сильная то не страшно они согреют и расплод и достанут до меда попадали ну да то я бывает еще открывают так что смотреть а корм есть посмотрел вроде в клубе посмотрел так на думаю ну все ну что там в отбор ну тоже в атака не даже если вот здесь вот сейчас вот под передней стенкой они сидят да это вот здесь даже если расплод появится а он практически вот здесь всегда побывает где-то в этой части рамки то они от передней стенки оторвутся как бы прикроют расплод да но здесь вот они будут до меда доставать это сегодня плюс 3 плюс 3 так вот это вот я пересадил эта дочка украинской степной ну вот они сами вывели себе свящевую значит потому что та которая была у меня украинская степной но не пошла на почему эти немножко то оторвались до серединке но тут еще есть тут тепло ничего не надо тут у них тепло поэтому ничего как бы а манил то 2 на две перегородка было на одной стороне сидят нормально автор и по и я руку так вожу чувствую что здесь тоже на мой практически все семьи сидят еще под передней стенкой ну в этом году получим клубы немножко по растягивались а подожди еще посмотрим в марте месяце после облета а февраль от этого что же на это февраль я смотрел ну вот сидят тоже хорошо практически еще практически еще в клубе это февраль начнется расплод да он уже может быть даже по пятачку и в этих семьях есть да а вот у вас же сквозняки блатт вот прям сильные у вас пчел выдувать пчел не не выдувают они не замерзают ну сквозняки то я помните как-то вам звонил заборами где мне ставить забор это советовался то ли сделать навес возле дома то ли надо родить ну вот они на прицепах стоят да все забор немножко стирана ну если изучить как ветер движется через барьер на то он упирается в этот самый в забор потом переваливает и бьет как раз сюда вниз на эти самые отсюда тоже ничего он там озеро было белый бы оттуда дует там ничего нету там поле и вот это с этого поля она все дует отсюда охрана охрана поэтому да дует выдувает но зимуют нормально у нас а у нас вот так вот ничего нету вот вообще все поля ну таки шо и вот так вот между кухня стоит и долг стоит и у нас это труба я проезжаю крыши сорванная хоть и кипячей лежали можете ставить досочки смотри чтоб не порвало а то оно маленькое маленькое но за штаны может цепануть и вот уже сидят а сюда за заставлены не еще будет утра тут рамка еще они а вот я смотрю вот у меня бывает у сюда у тоже ну есть на том прицепе поэтому вот утепление там частые споры да как они там бедные зимуют как они это сам пчелы зимуют ну в любых условиях у моего брата там на работе стоит труба ну метров двадцать наверно и там где-то дырочка ну где крепление растяжки цепляли там дырка и вот там рой поселился и вот она уже несколько лет там живет ну я представляю что со мне я представляю что соты там наверное вот туда ну представляешь труба какая там живут труба нагревается на солнце можете представить какая там температура вот и они уже живут не слетают оттуда то есть для пчел для пчел вот этот улей да вот можно себе представить что вот это вот ну соты которые они построили да вот и не у здесь вот собрались зимовать а коробок вот этот вот это защита от внешних факторов дождь ветер снег там и тому подобное все им больше ничего не надо ну так что я как смотрю то тоже мешок один мешок 2 под мешками холстик лежит сверху мешков лежит одеяло еще и сверху одеяло подушка я вентиляция горит нормальная ну а вот здесь вот уже скорее всего что и расплод появился как тепла еще такого их как бы и нету но но они уже сидят актива они уже активные они соберутся наверное когда морозить ну когда морозить придавит до какая штука вот это это увязываем ульи когда когда перевозим пасеку вот шлейки вот эти вот вот так отложится смотри и вот так вот завязывается и поехали у нас еще где-то лет привозил так они остались у нас на стационаре о а вот эти вот тут вещь уже уже им все но еще немножко шли есть еще на ну если хватит не хватит но я же рюша я с собой канди привез я им покладу я сейчас просто же рюша а я вот на той неделе не вложил я чтобы воскресенье тоже просматривал у меня будет была такая но я посмотрел что еще вот так есть но я на следующих выходных думаю поеду сегодня начал собираться хотел пораньше поехать она то в магазин съезде то еще что-то принеси то отнеси эти хорошо сидят а вот это и меня точно так активно бихал ну им здесь тепло тепло им здесь тепло поэтому они уже и разлезлись точно так и он почти все зима не сидели хорошо и тут слабенький был отводочек так я гнезда когда собирал расплод сюда скидывал ну рамки со словом и они усилились он сидят нормально так то нормально они все равно вас весной быстрее будет развиваться чем весенние отводок сделаны и допустим такой же самые силы потому что здесь матка уже как бы до молодая пока начнет рассеиваться ну первые годы на как бы себя не очень показывать так ну сидят хорошо но уже две улочки ось под задней стенкой и и между заставной и крайней рамкой пчелы много сдвинулся клуба так так что придется положить им это юг у нас это у нас юг так эти тоже вылезли по кладу я так все таки на север я смотрю на север лучше зимуют ну положение как бы клубов лучше хотя опять же эти сидят очень хорошо и шо у нас получается 1 2 3 4 5 6 на этом прицепе 6 и на том 5 так наверное время у нас два часа покладу кая наверно сейчас лепешки чеканде а потом же по времени сориентируюсь так значит а это я это а так они они вылезли сидели хорошо а я их побеспокоил и они о воды налил так значит теперь главное той же стороной положить я так разрезал он пленочку снял вот от передней до задней стенки расположились поэтому кладем мы им вот так им образом пленку немножко подворачиваем для того чтобы отдушина была вот и сверху подушечку вот так все здесь есть так вот распали так где же тут вырезал вот это вот так о наросты отличная вещь не надо брусочка никаких вот и подушечка сверх где же тут разрезу так а как же вам тут ложить а так положить чего так вот на такие семьи не мешал об квадратный чтоб был покладу я вам ребята вот так что в 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 так так эти тоже еще под передней стенкой в клубе о а эти вылезли аж наверх чего вы повылазили а ребята так а вот это по моему рамка свободная свободная тут пчела пасы посыпалась в этой улочке и 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 вот кстати вот это вот то что я говорю наверху сидят то есть внизу ну полрамки полрамки там не освоено поднялись под тепло бросили не из рамки и вот это сидят все здесь реются плохо этим надо тут покласть покласть надо обязательно обязательно загнать их туда вниз и покласть дотации а эти хорошо сидят а вот этот вот тут же я у них пленку забирал а а но ну спрятаться то не спрятались возле передней стенки уже почти до задней стенки дошли поэтому им конечно надо надо положить ребята да бо ребята и яд мед и мед и яд хорошо даже наверное может даже две положить два пакета так закончил я на сегодня тем более что и температура начала снижаться где-то сейчас плюс один ну вот но тем не менее с крыш капает еще закончил я прицепы все основные семьи так должен сказать что на одном прицепе пять на другом шесть и вот на этом который за спиной у меня стоит здесь три семьи которым я положил канди 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 непровского пасечника опять же в фейсбуке постоянно спрашивают люди где можно взять у проверенного хорошее канди непровский пасечник я им пользуюсь могу рекомендовать а ваше дело там брать или не брать значит что я должен сказать меня как-то спрашивали где на север на юг хуже там вот не чтобы вот даже я заметил на прицепе вот который у меня с правой стороны там на север лучше сидят намного нежели на юг потом вот который за спиной там на север я двум положил а на юге вообще хорошо сидят только одной семье положил кстати одной семье надо еще одной положить я кстати за них забыл вот сейчас вспомнил ладно уже не на камеру положу вот так что по разному я бы не сказал что допустим где-то север юг но украинская степна украинская меня как бы порадовала хотя она в числе тех кто хорошо сидит вот еще под передней стенкой еще в клубе даже не вытянулись ничего как сели так и сидят молодцы ну дай бог и дочка украинской степной тоже как бы неплохо и сидит ко мне кстати гости приезжали поэтому немножко я с ритма сбился но все равно все бы не успел сделать поэтому завтра у меня работа с отводками посмотрю как сидят отводки ну должен сказать что вот на прицепах которые в шестирамочниках да и в десяти рамочниках вот ППС апексовские тоже хорошо сидят да и в ППУ а не ППУ завтра я посмотрю потому что на прицепах в ППУ тоже сидят хорошо хотя уже уже они как бы так вот расширились не нравится мне единственное так кстати я наверное вот на них дотацию Канди и клал там где вот эта вот шапка сверху я одну семью вот там рамку переставлял посыпалась в одной удочке пчела вот тоже тепло когда было пчелы начали вылазить осваивать вширь ну вот на другие удочки а потом морозы придавливают и вот та пчела немного она осыпается так вот хочу сказать что вот там где шапка и чем больше тем хуже значит значит они вылазят бросают гнездовую рамку и ну я же как бы с практики знаю что там буквально ну я знаю сантиметров десять может быть рамки они захвачивают сверху под верхним бруском вся остальная пчела вот эта шапка сидит сверху а вот внизу там пчелы нету там рамка холодная ну вот нарушается как сказать правильно биология наверное зимовки пчел в чем смысл в том что когда пчелы занимают полностью как бы рамку и они сидят тут на пустых ячейках и частично захватывают мед то при морозах часть пчел залазит в ячейки вот там грудные мышцы сокращаются значит они греют нагревают это место с одной стороны и с другой стороны тоже пчелы залазят в ячейки и вот это вот сот нагревается сам по себе ну и те пчелы которые уже в улочке не хватило им места в ячейках они тоже сокращая мышцы значит поднимают температуру грудные мышцы а сейчас что получается что они вылезли наверх и вот это вот верхушка ну вот греют как бы дружка дружку а там внизу они сидят на меду потому что под верхним гуском как правило мед есть и потом возвратные холода возвратные морозы они быстро поедают сверху мед и быстро двигаются до задней стенки нехорошо не нравится мне когда шапка сверху а вот там где я пленку убирал там спрятались ну там себе семья конечно похор такая сильная я туда им положил аж две пластинки канди они полностью все гнездо освоили ну расширились на все гнездо там расплод уже есть здоровья вам друзья благополучия в семье тепла добра уюта никогда не забывайте что наша жизнь такова как мы о ней думаем поэтому положительных вам мыслей хорошего настроения до завтра до новых встреч пока